Человеческий мозг содержит около 100 миллиардов нервных клеток, называемых нейронами. В возбудимой клетке, каким является нейрон, имеется разное количество ионов на внутренней и внешней поверхности плазматической мембраны. Покоящийся нейрон имеет более отрицательный заряд на внутренней и более положительный на внешней поверхности плазмолеммы. Такой потенциал покоя можно измерить с помощью двухлучевого катодного осциллографа. Когда кончик микроэлектрода проходит сквозь оксоплазму, лучи осциллографа показывают минус 70 мВ. Потенциал покоя мембраны зависит от двух факторов. Во-первых, он зависит от наличия электрохимических градиентов натрия и калия на плазматической мембране. В частности, снаружи нейрона больше ионов натрия, а внутри – калия. Во-вторых, трансмембранный потенциал зависит от избирательной проницаемости плазмолеммы для ионов натрия и калия. Специфические ионные каналы, образованные особыми белками, позволяют ионам пассивно диффунтировать вниз по градиентам их концентрации. Поскольку оксоплазма содержит больше каналов калия, потеря оксоном калия идет в 20 раз быстрее, чем поступление натрия. В результате в оксоне становится меньше катионов и создается отрицательный заряд. Если бы калий был единственным движущимся ионом, потенциал стабилизировался бы на уровне минус 90 мВ. Однако, положительно заряженный ионой натрия просачивается в нейрон, что слегка смещает отрицательный заряд и повышает показания вольтметра до минус 70 мВ. Потенциал покоя поддерживается активным транспортом ионов против градиентов концентрации с помощью натрий-калиевых насосов, требующих энергию АТФ и действующих по принципу антипорта. Выкачивание трех ионов натрия сопряжено с закачиванием двух ионов калия.